Двинемся дальше и поговорим о целочисленных типах. Их в Java 4. Byte, Short, Int и Long. В отличие от C, Short и Long это не модификаторы Инта, а самодостаточные имена типов. То есть в Java не бывает ShortInt или LongInt, а бывает только Short и Long. Также в отличие от C, размер типов жестко зафиксирован и одинаков для всех платформ. Инт на любой платформе будет 32-битный, а Long 64-битный. Все эти типы знаковые, без знаковых вариантов нет. Модификаторы Signed Unsigned не предусмотрены. В исходном коде целочисленные литералы можно записывать разными способами. В десятичной системе счисления, в восьмеричной с ноликом впереди, в шестнадцатиричной с префиксом 0x, или в двоичной с префиксом 0b. Между цифрами разрешено добавлять подчеркивание. Это актуально при записи длинных чисел для добавления читабельности. Суффикс l после числа говорит компилятору о том, что тип этого литерала Long. Если вам нужно в исходном коде программы записать число, не влезающее в int, то ему обязательно надо добавить суффикс l, иначе компилятор будет ругаться. Регистр буквы l компилятору не важен, но крайне рекомендуется использовать заглавную букву, так как строчная слишком похожа на единицу, и может потом попортить вам немало нервов. Что можно делать с целыми числами? Разумеется, любую арифметику. Сложение, вычитание, умножение, деление, взятие остатка. Деление целых чисел целочисленное, поэтому результат также целое число. Для выражения вида a равно a плюс b поддерживается сокращенная запись. a плюс равно b. Это работает для всех бинарных операторов. А для случая a равно a плюс 1, есть еще более компактная запись a плюс плюс, где плюс плюс называется оператором инкремента. А для уменьшения значения переменной на единицу, есть аналогичный оператор декремента минус-минус. Операторы инкремента и декремента не только изменяют значение переменной, но и возвращают значение. От того до или после переменной поставлен оператор, зависит, какое значение он вернет. Если плюс плюс стоит до переменной, то он вернет значение после изменения. А если после переменной, то он вернет значение переменной до ее изменения. Еще одно важное замечание. Деление на 0 это ошибка, в результате которой выбрасывается исключение. Если ваша программа явным образом это исключение не обрабатывает, то она будет аварийно завершена. А вот переполнение переменной ошибкой не считается. Рассмотрим пример. Переменная типа byte содержит максимально допустимое значение 127. В двоичном коде это соответствует 0 и 7 единичкам. Прибавляем единицу. Получаем в двоичном коде следующее значение. По правилам двоичного дополнительного кода это соответствует числу минус 128. Программа спокойно продолжит работать, а в вашей переменной окажется число минус 128. Возможно, вы этого не ожидали. Над целыми числами можно выполнять не только арифметические, но и побитовые логические операции. Можно, например, применить к каждому биту операцию отрицания. Или к каждой паре битов двух целых чисел применить операции и, или, исключающие или. Также есть несколько видов битовых сдвигов. Арифметический сдвиг вправо, при котором младшие биты теряются, а освободившиеся старшие позиции заполняются знаковым битом. Логический сдвиг вправо, при котором освободившиеся позиции заполняются нулями. И сдвиг влево, он только один. При нем теряются старшие биты, а младшие позиции заполняются нулями. Правым операндом в операциях логических сдвигов может быть любое число. Но Java возьмет остаток отделения этого числа на размер целочисленного типа. То есть, например, для Inta будет вычислен остаток отделения b на 32. И фактический сдвиг значения переменной a будет выполнен на получившееся количество битов. Для перечисленных здесь бинарных операторов также поддерживается сокращенная запись. Например, а амперсант равно b или а b.